Музыка Приветствую вас, дорогие друзья, светлым именем Господа нашего Творца, Господа, Спасителя, Защитника, Жизнедателя, который поддерживает нас каждую минуту и каждую секунду. И если вдруг какой-то человек сомневается в том, что это действительно так, пусть, проснувшись утром рано, потрогает свою грудную клетку с левой стороны. Стучит. Если стучит, значит Бог живой. Если стучит, значит Бог с нами. Значит, мы проснулись, и Господь поддерживает жизнь нашу. Но он удивителен и неповторим в том, что апостол Павел сказал, что четыре измерения, в которых он не может уразуметь и понять любви Божией к нам, его отношения. И жизнь наша, и наши обстоятельства жизненные нам даны, и для того тоже, чтобы открывать, насколько Господь близок к каждому человеку, призывающего или хотя бы смотрящего в его сторону. И сегодня тема нашего исследования, я верю, что это откровение от Господа, потому что оно записано в священной книге Библии, в священном Писании. Но об этой истории, которую мы будем читать в 4 книге Царств 6 главе, откройте, пожалуйста, у кого есть Библии, для того, чтобы следить. В начале этой истории, так и хочется сказать, очень давно это было. Но, несмотря на то, что нас разделяет, может быть, тысячелетия с этой историей, Бог, который был с теми людьми в той истории в то время, он не изменяется. И мы вправе верить, что Бог по отношению ко мне таков же, как был по отношению к тем людям. Итак, история народа израильского, история одного пророка, пророка Елисея, которая записана в этой главе. Я хотел бы, чтобы мы прочитали с 8, 6 глава книги 4 Царств. 6 глава, откройте, пожалуйста. С 8 стиха мы поисследуем по 17 стих включительно. И если у нас будет такая возможность, и время останется, мы затронем еще одну историю, подобную этой, для того, чтобы найти принцип или основание веры этих людей, которым может быть основанием для нас сегодня. Итак, история была это очень давно. Царь сирийский пошел войной на израильтян. И советовался он со слугами своими, говоря, «В таком-то и таком месте расположусь твой стан». И посылал человек Божий к царю израильскому сказать, «Берегись, проходите им местом, ибо там сирияне залегли». И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два. «И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю, и призвал он рабов своих, и сказал им, «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» Давайте чуть-чуть остановимся. Понятная история, да? То есть, сирияне хотели подстеречь царя израильского, или войско царя израильского, то там, то там строили планы, но Бог через человека Божьего, этим человеком был Елисей, Он открывал Елисею, где они должны были подстерегать. И таким образом, не раз и не два, то есть много раз, царь израильский и израильтяне спасались от этих засад сириян. Нужно сказать, что это было особое время, время, когда Израиль не был очень силен, и все народы вокруг, если бы не Господь, который их хранил, если бы не Господь, как-то мы с вами исследовали Псалом, помните, если бы не Господь был с нами, живых поглотили бы они нас. Это и об этой истории, вардебное окружение, но Бог всегда каким-то чудесным образом вмешивался, помогал, спасал, и вот здесь через пророка Божьего Он открывал. «Кто из наших в сношении с царем израильским?» спросил царь сирийский, 11 стих. «И сказал один из слуг его, «Никто, Господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. И сказал он, «Пойдите и узнайте, где он. Я пошлю и возьму его». Ну, нормальное мышление нормального языческого царя, да? Если кто-то кому-то сообщает, он враг, правда? А он силен, а те слабы. Ну, что, пойдите и узнайте, я пойду и возьму его. «И донесли ему, и сказали, вот он в Дафаиме». 14 стих. «И послал туда коней и колесницы, и много войска». Вот этот момент, вот этот отрывок, я хотел бы, чтобы мы слушались, что он послал туда. «Коней, колесницы и много войска». То есть, все очень серьезно. Это не то, что там пять человек. Пойдите там, разберитесь с пророком Божьим, да? «Коней, колесницы и что?» «И много войска». То есть, угроза серьезная, правда? И городу, и человеку Божию. Серьезная угроза или нет? И написано, пришли ночью и окружили город. Поутру служитель Человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. «И сказал ему слуга его, «Увы, господин мой, что нам делать?» Наверное, тут мягко очень описано, и мы, наверное, не можем представить, что слуга... Ну, каким образом он это говорил? То есть, он не просто пришел такой полусонный утром и говорит, так, позевывая, «Увы, господин мой, что делать?» Вы представляете, да, как он это сказал? То есть, в каком положении они находились? И город, и те люди. И если мы скажем, или, допустим, мысль о том, что «Ну, а что до тех людей?» Вот они прежде всего в опасности. Конечно, они прежде всего в опасности, но и слуга Божий, и человека Божьего, и человек Божий, они знали, что из-за них может еще кто пострадать? Люди невинные. Потому что столько войска, столько коней, столько колесниц, и написано, «Ночью пришли и окружили город». И вот это «Увы» слово, вы представляете, как это было произнесено, да? Это был, возможно, крик отчаяния такой. «Увы, господин мой, что нам делать?» Все, смерть наша пришла. А что еще могло стоять за этим «Увы»? Вот столько времени вы от Бога открывали планы царю израильскому, да? И мы ничего не имеем с этого. А имеем только что? Имеем проблемы, когда войско вокруг нас, а царя израильского, где он? Нету. А если бы и захотел, то, наверное, бы не успел. А вот захотел или нет, и то мы еще не знаем. Это был крик отчаяния. «Увы, господин мой, что нам делать?» А что можно делать в такой ситуации? Как можно назвать такую ситуацию, в которой они оказались? А? Безвыходная. Тупик. Вот мне подсказали. Безвыходная. Тупик. Так или нет? Так или нет? Да, и я думаю, что многие из вас знают заранее, что там дальше произошло. Но изюминка не в этом. Изюминка в том, что заранее мы-то знаем с вами. А вот слуга Человека Божьего и Елисей, они этого не знали. Ну, они же не читали эту историю, как мы несколько раз, может быть, да? И не предполагали, что там будет так, так развиваться. Перед ними был тупик. И сказал он, 16 стих, «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». Это сказал Елисей, человек Божий. Но поскольку ему пришлось молиться здесь еще об этом, мы можем сделать вывод, что слуга его увидел это или нет? Как вы думаете? Поверил он в это или нет? А? Да, иначе бы не было нужды. Он бы сказал, «Ну, хорошо, я с тобой человек Божий, и я знаю, что с нами ничего не случится, потому что тех, кто с нами, больше, чем тех, которые против нас». И я смотрел комментарии на этот текст, и нигде в комментариях не сказано, что вообще-то Елисей обычными своими глазами видел колесницы, которые были позже показаны. Давайте прочитаем об этом. 17 стих. «И молился Елисей, и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, вот гора наполнена конями, колесницами огненным кругом Елисея. Вот что увидел слуга. А чего не видел, чего не видел, можно такой вывод сделать, сам Елисей. Он этих колесниц не видел. А как же мог он так утверждать, что тех, которые с нами, больше, чем тех, которые против нас? Интересная вот тема. Знаете, вот тут мы подступаем к такому важному моменту, в котором мы можем оказаться и в роли Елисея, и в роли слуги Елисея. Потому что бывают моменты, когда действительно верою мы знаем, что Бог, вот мы пели, вот такие псалмы замечательные, что Бог защитник наш, Бог опора наша, Бог сень твоя с правой руки твоей, солнце не поразит тебя ни луна ночью, и будут через воды проходить, и они не потопят тебя, и забудет ли мать грудное дитя свое, чтобы не позволить сына чрева, а я не забуду тебя. Вот эти моменты веры. Бывает, когда мы Елисеи, но бывает, к сожалению, очень часто, когда приходят такие тупиковые ситуации, именно тупиковые, не просто ситуации, где, ну, знаете, так как-то все очень просто, может так, а может не так, может тут подков выраем, убежим. Увы, говорит, увы, это означало, что выхода нету, господин мой. И оказываются люди в таких ситуациях, оказываемся мы в таких ситуациях, где физическими глазами мы, подобно слуге Человеку Божьему, не видим выхода. Бывают или не бывают? К сожалению, наверное, бывает больше, чем нам хотелось бы, правда? Но существуют другие глаза, и об этом он молился. Елисей молится и говорит, открой ему глаза. Что это за глаза? Это есть глаза веры. Глаза те, которые Бог, наверное, через каждого пророка, через каждого апостола, через Господа Иисуса Христа, через все книги патриархов, он говорит о том, что Бог вот таков. Потому что, когда оказываешься в ситуации, где ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево, а город окружен войсками, и нету выхода, вот это физическое зрение, оно преобладает. И тогда приходит, приходит, много чего приходит. И паника приходит, и, может быть, и неверие приходит. Да, Бог есть, Бог вел, Бог вел Моисея, Бог вел Авраама, израильский народ, Бог воскресил Иисуса Христа. Но я сегодня стою в такой ситуации, когда обложили, со всех сторон обложили, и нет у меня выхода. И вот тут, наверное, вот те слова, которые сказал Елисей о своем слуге, может быть, кому-то из нас пригодятся. Потому что, Господь говорит, нужна молитва, чтобы открылись другие глаза. Чтобы открылись, нам очень часто нужно вот другое видение. Другое видение. А другое видение, оно что показывает? Что ради нас, если, конечно, мы на стороне Божьей, мы еще к этому возвратимся, к этому моменту, потому что, если мы не на Божьей стороне, ни на колесницы, ни на ангелов, ни на легионы, тех, кто готов защитить от Бога, конечно, рассчитывать мы не можем. Или можем? Нет, не можем. Но если мы на стороне Божьей, как был этот Елисей, слуга Божий, то тогда вырисовывается, смотрите, очень интересная картина взаимоотношения человека с Богом. Этот момент чрезвычайно важен, и этот момент, ну, просто жизненно необходим для того, чтобы мы верою могли жить. Что он говорит? Вот когда проснулся, да, проснулись они, ночь прошла, и вышел вот слуга, человека Божья, и посмотреть, весь город окружен войсками. Ну, наверное, он понял, в чем дело, да? Он понял, в чем дело, что они, наверное, пропали. Как вы думаете, понял или нет? Понял. И большего видения у него не было. А в чем заключаются вот другие глаза открытые, и еще один момент, как вы думаете, вот колесницы ангелы, легионов, защита Божья, ту, которую мы не видим. Мы много чего не видим с вами. Вот миллионы волн здесь проходят, мы их не видим, правда? Мы много чего не видим. Зрение наше, оно ограничено. Вот. Но оно есть, на самом деле, от этого оно не перестало существовать. Вот когда он не видел этих ангелов и легионы ночью, вот после ночи, утром рано, как вы думаете, они были или не было их? Какие варианты могут быть? Были или не были? Они были. И вот тут, вы знаете, кроется одна очень важная, но, вернее, одна очень простая, но чрезвычайно важная для нас истина. Она заключается вот в чем. Я молился, Господи, помоги эту истину моим слабым устам как-то озвучить, потому что она для меня явилась такой очень важной. Вот когда приходит тупиковая ситуация, да, и мы не видим, мы видим только развивающееся событие, мы видим, что вот тут закрыто, тут закрыто, тут закрывается, ну вот как слуга вышел и увидел, что все, обложили со всех сторон. Вот когда это мы видим, это не говорит о том, что Бог не действует, то есть это видим мы, а в это время, а в это время, вот это очень важная истина, а в это время, а что происходит в это время? А в это время исполняются слова Писания, где говорится, ангел Божий ополчается вокруг боящихся его, ангелы Божьи, и когда он, это пришло, вот следующий момент, это пришло, он просто увидел, но это не значит, что оно вот сейчас появилось, и вы знаете, если эту мысль анализировать в жизни многих героев, вот прошлую субботу у нас было служение в Черноморске, мы анализировали на примере Иосифа, вот он оказался там, в яме, он оказался чуть ли не убитым братьев, что он видел? Ну, что видение ему показывало? Видение показывало, что он просто в шоке, со всех сторон, и ничего не может сделать, он ничего не может сделать, обида, наверное, вот душат, и несправедливость, и безвыходность, и кажется, что Бога в это время нет, нету, раз такое с тобой вытворяют, в яму кинули, убить хотели, а потом говорит брат, ну, а чего мы его убьем, что мы с этого иметь будем? Давайте хоть 20 серебряников поимеем, давайте продадим, а он знал, что такое рабство, может быть, смерть была лучше, чем рабство, потому что продавали в гладиаторы, и делали евну, хам, и калечили жизнь человеческую рабам, и он этого не видел, но что происходило в это время, даже если Иосиф не видел? Наверное, похоже, что и здесь происходило. Бог нашел каким-то образом, неизвестным нам образом, лазейки к сердцу одного из братьев, который сказал, не, не будем убивать. Вот нашел, вот Дух Святой как-то пробился, не будем убивать. Потом, когда он попал в рабство, Бог опять был впереди его, как и здесь, впереди этих людей. Видение, видение, настоящее, верой или не верой, пришло позже. А реальность была такая, что Бог шел впереди этих людей и этих. Колесницы уже стояли, и нужно было только помолиться, и тогда Бог открыл глаза, и он увидел эти колесницы. Елисей же видел это верою. Так вот, может быть, Бог сегодня нам открывает, чтобы мы были в подобных ситуациях чаще всего, я не говорю всегда, мы обычные люди, но и Елисей был обычный человек, обычный, хоть и человек Божий, но он это видел верою, что тот Бог, который вел его, тот Бог, который на глазах его поднял Илью на небеса, тот Бог, который раскрыл воды, и они прошли посоху, и даже какие-то мелочные проблемы, здесь описано, ученики его там топор уронили, он бросил щепку, и Бог пожалел даже это, хотя если это исследовать, это важный момент, они дома хотели сделать, и без топора, как без орудия, там и так далее, важно, но Бог снисходит даже до этого, и Бог всегда, всегда с тобой, какое основание думать, что именно в этой ситуации Бога не будет со мной, какое основание, а основание бывает, и вот тут борется, борется двое глаз, одни буквальные глаза, да, у нас, одни буквальные, которые видят, что они видят, они видят проблему, 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 да, церковь это хорошо, да, молитва это хорошо, да, Бог помогал израильскому народу, да, Бог там сколько-то лет мне назад помог, но, ну, а сейчас, а сейчас только вот это, вот, вот, вот все со всех сторон, и все, и казалось бы, и кажется выхода нет, то Господь здесь через эту историю, открывает, я хотел бы снова еще раз повторить эту истину, чтобы она по возможности запечатлела в нас, запечатлелась в нас, она очень важна для нас, что Бог идет впереди нашей жизни, если мы с Ним, если мы не с Ним, это уже другой вопрос, и совершенно другая тема, это, наверное, уже другие закрытые глаза, я вспоминаю, еще был один человек, у которого были как бы закрытые глаза, хотя глаза у него были открытые, но там в Библии упоминается, что закрытые глаза, это Валам, помните? Валам, даже ангела не видел, так ему этого золота хотелось, вот этого царя, догнать их, вот, что даже он не обращает внимания, ослица заговорил чаролавическим голосом, и ангела не видел, то есть глаза как бы написано, и открыл глаза его Господь, Валама, и он увидел ангела с мечом, и ослица его уговорил, не делал, это уже другая ситуация, но если мы, и вот это если оно тоже очень важно, чтобы пересмотреть, вот человек Божий, его слуга, они находились на Божьей стороне, и Господь посылает легионы ангелов и колесниц огненных, и говорит, «Тех, которые с вами, больше тех, которые против вас». И снова я хочу вернуться к этому, давайте мы этот момент запомним, что это происходит не тогда, когда мы это видим, ощущаем, или еще что-то, Бог, написано, идет впереди, идет впереди человека, Он подготавливает путь. Конечно, вопрос это не совсем однозначный и не совсем простой, потому что и жизнь, она штука такая непростая, и в жизни часто бывают такие моменты, которые, казалось бы, выбиваются из контекста Священного Писания, и в жизни бывают такие переживания, наверное, мягко сказать, переживания, может быть, потери, когда действительно, кажется, не может Бог здесь быть, не может Бог. Но вот эта история, и еще одна история, которую мы прочитаем сегодня, еще одна история, я хотел бы из книги «Бытие» прочитать, они говорят о том, что если ты на стороне Божьей, тебе нет оснований сомневаться, что завтрашний день, послезавтрашний день, Бог уже в нем. И если ты не видишь эту защиту, это не означает, что ее не существует. Когда Христос находился на кресте Голговском, сколько людей видели легионы ангелов, ополчившихся и ожидавших, чем это закончилось? Сколько людей? Никто ничего не видел. Никто ничего не видел. И Бог дал испить ему эту чашу, как человеку, который, вот он так же шел, он верил, что отец его в завтрашнем дне, но его природа человеческая, она говорила, что если возможно, пусть это не будет со мной. И если Сын Божий, который воскрешал, исцелял, не хотел проблем, не хотел тупиков, а тоже ж тупик, ну куда уже дальше, чем тупик, да? Вот убьют сейчас, убьют, распнут, и несправедливо. И он не хотел, он не хотел, и это нормально для человеческой природы, не хотеть переживаний, не хотеть тупиков, это нормально для нас. Но в то же время, в нем образец для нас, что он, помните последние его слова, какие были? Но в твои руки я отдаю. Я знаю тебя, отец. Я знаю тебя, Бог. И я в твои руки отдаю. И я знаю, что ты поведешь. Может быть, не все мне будет понятно, как ты поведешь. Может, не все будет понятно, почему происходит то или другое. Может быть, не все понятно, почему рождение единственного сына, Авраама, задерживается на долгие годы. Ведь ты пообещал. И кажется, что нет тебя. Но вот здесь Господь обращается к нам. Господь обращается к тем, кто молится. Пусть откроются глаза ваши. Пусть откроются глаза ваши для того, чтобы увидеть, Бог идет впереди вас. Бог идет впереди вас. И сегодня мы можем смотреть назад в свою жизнь и увидеть такие вот закономерности. пара. Вот со мной то-то происходило. Сейчас на домашних церквах, на группах в церкви мы делимся и говорим, вот со мной то-то, то-то, то-то происходило. И потом вот так это закончилось. И оказывается, Бог каким-то образом все это соединил, что это было лучшее для меня. И вот это моя вера. Вот из этого состоит моя вера. Это мой опыт веры. Но если вспомнить, а тогда, а тогда, когда ты находился в этом, видел ли ты это, был ли ты спокоен? Я вспоминаю, потому что ваших не знаю, вспоминаю свои молитвы, самые отчаянные может быть молитвы, когда оказывался, ну для меня, для меня это тоже был тупик. Помню, вышел на эту молитву утреннюю, когда стоишь и все вокруг, так оно сложилось, что, ну все, выхода вообще нет, тупик, я не вижу, что дальше. Я не вижу, как оно может быть дальше, Господи. И только вот взывал к Богу, Господи, как, и что мне делать сейчас? Ну что мне делать? Вот это делать, я это уже пробовал. Вот это делать, я это тоже пробовал. Вот это я тоже пробовал, а вот это я десять раз пробовал, Господи. Я правда, я стою перед тобой, и я не знаю, что делать. И я не знаю, что делать. И вдруг такая тихая-тихая мысль проходит. Ты отдай это мне. Ты отдай в руки мои. И думаю, я ли подумал, или Бог мне эту мысль дал. Но я сделал так. Сказал, Господи, и сегодня, и в завтрашней молитве я это буду отдавать в руки Твои. и не происходит мгновенно, проходят месяцы, а может быть, несколько месяцев проходит, может быть, почти год проходит, и только тогда уже садишься и видишь результат того, что это произошло. Я говорю о конкретной проблеме, я думаю, нет смысла вам о ней рассказывать, да, но проблема была, поверьте, и я отдал ее в руки Божьи, и когда пришло время, я увидел, как она решилась. Как она решилась? Это для меня было очень дорого. Это для меня было очень важно. Жизненно важно было, чтобы это решилось. Речь не шла о материальных вещах, речь шла о духовных вещах, но я увидел, как решилось. А потом, когда я анализировал в другой молитве, уже когда это произошло, прошло много месяцев, я увидел, что Бог каким-то удивительным образом без, уже я там ничего не делал, ни первое, ни второе, ни третье, не то, что десять раз делал, не то, что двенадцать раз делал. Бог нашел каналы, и там вот это все, вот все это решилось. И тогда я подумал и вспомнил эти слова. Вот когда мы стоим на его стороне, тех, которые за нас, гораздо больше тех, которые против нас. Может быть, в нашей жизни почему-то так устроено, на что немгновенно, на что немгновенно приходят ответы, потому что есть такая глава, одиннадцатая глава послания апостола Павла к евреям, где первая ее часть говорится о чудесах Божьих, а вторая говорится о потерях, как бы потерях на земле. Были перепиливаемы, были гонимы, скитались в милотях, и кажется, тупик, и вот этого нет. Нет, но Павел продолжает. Но Господь предусмотрел о них нечто лучшее. Нечто лучшее. И в этом нечто лучшем еще никто не бывал, кроме Христа, но он еще не вернулся. И только верой мы это нечто лучшее можем представлять, правда? И сказать для себя, да, Господи, Ты впереди меня и даже там. потому что если пройдет наша с Вами жизнь, и она закончится до второго пришествия Христа, никто из нас на этой земле не останется, правда? Раньше или позже не останемся, правда? И где же тогда Ты, Господи? А Бог говорит, а Я уже там, Я впереди. Точно так же, как и в жизни. Но это не просто сказать, ну и ладно, смиритесь со всем, не живите. Нет, не об этом речь идет. Речь идет о том, что Бог хочет нас уверить, что в тех событиях, которые сегодня развиваются, если мы отдаем Его руки, Он там, впереди, как в жизни Иосифа было. И смотрите, вот то, что, например, с Иосифом мы о нем вспомнили, произошло. Это же было самое лучшее для него или нет? Да? Да. А на то время он так не думал. Он думал, самое лучшее быть при Папе, в разноцветном костюме, да, и братьям обед носить, ну потом какая-то работа, все равно любимый. Он думал, это лучшее. А там вдруг рабство, ненависть братьев. Но Бог провел через это, чтобы Иосиф стал Иосифом, вторым человеком в государстве. Иосифом, который мог бы вызволить потом свою семью сюда перевезти, спасти от голода. Иосиф, который стал одним из родоначальников одного из колен Израилевых, и эти двенадцать братьев не умерли когда-то, а тоже стали родоначальниками целого народа. То есть, Бог был впереди. Иногда нам непонятны пути Божьи. Екклесиаст пишет такие слова. Это, если я не ошибаюсь, простите, я не выписал этого текста, хотя можно быстро поискать его. Екклесиаст, третья глава, я очень люблю этот стих, одиннадцатый стих, третья глава. Все соделал он прекрасным в свое время. То есть, все, что Бог делает, помните, какое оно было? Хорошо и весьма хорошо, да? Хорошо и весьма хорошо. И вложил мир в сердце их. Это нормально, когда в нашем сердце есть мир. Мир Божий. Мир от того, что, а как он может прийти? Как он приходил к Елисею, который стоял в городе окруженным врагами. А он сказал, Бог впереди меня. Он прекрасным. Он не для этого, не для мучений вызвал меня к жизни на этой земле. Написано, вложил мир в сердце их. Дальше. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. И это тоже факт. Мы не можем постигнуть, почему так происходит, а почему не иначе. Конечно, нам бы хотелось иначе, без проблем, без того, чтобы был какой-то тупик. Но есть еще такая истина, что для Бога важно, может быть, не столько, даже как мы проживем на этой земле, а кем мы станем. И поэтому, конечно, ответственно, что я говорю, такие плоды Святого Духа, как мир, радость, любовь, долготерпение, они чаще всего рождаются в тупиках. И веров тоже. Они рождаются в этих тупиках. И перед тем, как мы откроем еще одну историю, я думаю, что мы успеем более коротко ее пройти, эту историю, там есть еще одна особенность вот именно этих взаимоотношений с Богом, когда Бог идет впереди, но когда в нашей жизни чаще всего глаза бывают закрыты, глаза веры. Мы не видим, что впереди. И страшимся, опасаемся, и, возможно, вырывается вот этот возглас, увы, что нам делать. Перед тем, как мы прочитаем историю, записанную в Бытие 21 главе, я хочу сегодня предложить, чтобы Господь особым образом коснулся нас и убедил нас в этой истине. Я не знаю, может быть, не всем она близка, не всем она понятна, но думаю, что есть те люди, которым она просто жизненно необходима, и чтобы Господь закрепил ее. Вы оставайтесь сидя, и мы произнесем, давайте, короткую молитву, помолимся. Я буду молиться обо всем этом, а тем, кому это близко, тем, кому это важно, тем, кто, возможно, переживал или переживает какие-то вот такие подобные тупики или тоннели, помолитесь о своем, чтобы Бог открыл глаза, чтобы Бог открыл глаза, глаза веры, и эти бы глаза сказали, лишь бы я стоял на стороне Божьей, потому что тех, которые с нами, гораздо больше тех, которые против нас, и мы не находимся одни в львином рву, а легионы ангелов, огненных колесниц, пребывают с каждым, необычайно огромная сила Святого Духа, огромная сила Святого Духа, работают, возможно, с теми людьми, которые вели нас в этот тупик или организовали нам этот тупик, но Господь говорит, это нужно пройти, чтобы открылись глаза наши, милосердный наш Бог. Ты удивителен, ты очень похож на мать, которая возится с самым больным своим ребенком, отдавая ему самое лучшее, самое нежное, и может быть, не всегда ему нравится то, что в этой болезни она делает, мокрые простыни, горькие лекарства, еще что-то, то, что он должен делать, но это самое лучшее для него, и таков ты сегодня по отношению к нам. И сегодняшнюю субботу ты дал это откровение и Слово Твоего, чтобы мы поверили в это, потому что очень важно верить в это, и этой верой проходить, проходить подобно Елисею, проходить подобно Иосифу, и не сойти с пути, не сойти с тропы Божьей, оставаться на твоей стороне, потому что ты выведешь в самое лучшее, потому что ты трудишься в завтрашнем и послезавтрашнем дне для нас, помоги верить в это, помоги нашему неверию, когда оно мешает этому, открой глаза наши, Господи, и пусть эти истории, возможно, истории, которые произошли с нами, когда мы оказывались в затруднении, в самых сложных ситуациях, но ты был в завтрашнем дне, пусть они будут положены в основании этой веры нашей, веры в то, что Бог наш защитник, что Бог наш любящий Бог, он уйдет впереди. Благослови сейчас пред тобой каждую душу и каждую молитву, которая несется к тебе, потому что это молитва нужд, это молитва того, что мы могли бы сейчас на этом служении отдать тебе, освободиться от, возможно, тех шагов, которые мы предприняли, и отдать тебе проблемы, отдать тебе детей, отдать тебе родителей, отдать тебе близких людей, с которыми, возможно, Господи, эти тупики связаны, отдать тебе и верить, что ты впереди нас. Да будет благословено имя Твое за такое отношение к нам, за такое водительство удивительное. Честь Тебе, слава, Господи, и поклонение от нас. Укрепи наше неверие во имя Иисуса Христа. Аминь. И я постараюсь, чтобы мы буквально коротко, откройте, пожалуйста, 21 главу книги «Бытие». Не буду зачитывать всю эту историю, наверняка вы ее знаете. Это история Авраама, Сары и рабыни, агарь египтянки. И в жизни агарь египтянки тоже произошел тупик, потому что эту историю можно смотреть трояко, четверояко и еще каким образом. То есть с точки зрения чьей-либо правды. Помните тему о правде? Да? Кто же прав? У Авраама была своя правда относительно агарь, у Сары своя правда, у детей своя правда. Но Бог вот явил им такую правду, наверное, наверное, потому что Библия это не описывано, чтобы эти проблемы не усугублялись и они стали ненавистными друг к другу. Бог повелевает Аврааму отправить агарь. И вот давайте посмотрим с точки зрения теперь агарь на эту ситуацию. Она тоже похожа на то, что увидел Гиезий. Тупик. Во-первых, без ее ведома вошел господин, родила ребенка, не просто ребенка, на колени госпожи своей. То есть, как бы отдала свое дитя суррогатная мама, отдала свое дитя, им это как бы их ребенок. Во-вторых, родился этот ребенок, теперь они своего родили, они своего родили, но и этот же сын господина. И теперь хозяйка стала притеснять, она стала, ну дерзость она свою, конечно, не видела, это как каждый человек себя оправдывает. Ну то есть, что могла бы видеть она? И тут вдруг такое, вот этот сын Авраама, вот это то, что со мной произошло, теперь просто вот так нагрузили мулов и выкинули никуда, дали воды, дали там еды, и иди, куда иди? Это сегодня сел на трамвай, там на автобус, родственники, какие-то есть организации, а тогда иди в пустыню, иди в пустыню. И вот здесь Библия описывает, Авраам встал рано утром, 14 стих 21 главы, и взял хлеба, мех воды, дал агаре, положил ей на плечи и отрока и отпустил ее. И она пошла, написано, и заблудилась в пустыне Версавии. Естественно, что произошло. И пошла, села вдали на расстояние на один выстрел из... А, и не стало воды в мехе, еще вода кончилась, и она оставила отрока под одним кустом. Скажите, ну вот, представьте себе, как незнающим эту историю. Может, она капризничала, агарь? Ну, то ей не нравится, и это не нравится. Или это реальный был тупик? А? Реальный тупик в пустыне, выброшенная, и вода что? И вода кончилась. И вода закончилась. Это реальность, вот она такова. И что дальше, и что, какой выход из этого? Ну, вот, агарь предложила такое себе. Села вдали, ну, наверное, как женщина, просто обычная женщина, на расстояние на один выстрел от лука, от отрока, она его оставила под одним кустом. Отошла на расстояние выстрел из лука, ибо сказала, не хочу видеть смерти отрока. То есть, на его глазах, на ее руках он бы мог умирать от жажды, да? Сдалась женщина и сказала, не хочу видеть, как он, пусть там один. Не знаю, я думаю, что мы не торопимся осуждать ее. И она села поодаль и подняла вопль и плакала. Это то, что ей могло бы принести какое-то облегчение. Вопль, плач, а там, ребенок, мальчик, он без воды будет умирать. И услышал Бог голос отрока. Написано, кстати, не ее голос, заметьте, очень интересно. Очень интересный момент. Ну, без особых комментариев, все, по-моему, понятно, да? Услышал голос отрока, и ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал, что с тобою, Агарь? Интересный вопрос. Что с тобою, Агарь? Ангел с небом. Вот представляете, да? Что с тобой, Агарь? Не, все нормально у меня. Просто пить хочется. И мне, и ребенку, да, загораем тут в пустыне. Но вот этот вопрос, конечно, он не из этой серии. И однозначно не из этой серии. Что с тобою, Агарь? А вот почему он спросил, что с тобой? А вот почему спросил, что с тобой? Дальше есть ответ. Не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока, возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. Какой народ? Воды нет, в пустыне, брошенные. Какой народ? Все это приходилось ей воспринимать как? Скажите, пожалуйста, как? На веру. Только верою во все это поверить. И еще более того, что он не просто выживут они, а от него произойдет великий народ. И Бог хотел в этом человечке родить эту веру. В этой египтянке Он хотел родить эту веру, потому что в ней жило и родилось семя Авраама. А дальше, интересный стих девятнадцатой главы тоже, как и с слугой человека Божьего. Смотрите. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою. И пошла, напоила мех с водою, и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. И потом мы знаем историю целого народа, которые и по сей день живут, и здравствуют. То есть, но я хотел бы обратить внимание вот на это место. Оно меня всегда поражает. И Бог что сделал? Открыл глаза ее, и она что увидела? Колодец. Если мы думаем, что Бог совершил фокус, ну, то есть, открыл ей глаза, и бах, с неба колодец. Нет, это неправильно. Колодец был, но, это тоже очень важная деталь, колодец был, но в этих переживаниях, вот в этом, как бы, вот тупик, все, эта женщина даже не увидела колодец, который был рядом. То есть, настолько она, она ушла вот в это состояние, состояние тупика. И как это может быть полезным для нас? Наверное, и с нами так часто происходит. Бог что-то делает уже, показывает рядом, вот тебе, ну, посмотри, вот тебе поддержка, вот тебе молитва, вот тебе Слово Божие, вот Сын Божий умер за тебя. Наверное, этих колодцев много. Но для того, чтобы увидеть, нужно было ей что? Открыть глаза, чтобы она вопить прекратила. А она подняла вопль, ребенка оставила. И это вещи не абстрактные, это конкретные вещи происходят, которые события могли развиваться или так, как мы читаем, или по-другому. Не открыла глаза, утонула в этом вопле, ребенок там умер, и никакого народа нет. Бог открыл ей глаза. Господи милосердный, пусть происходит такое с нами. Потому что наши часто тупики, наши проблемы, они хотя и не вселенского масштаба, но самые близкие к нам. Помоги нам верить, что подобно как в этих ситуациях, где мы читаем то, что было от начала, а потом совершилось до конца уже, и поэтому мы спокойны за этих людей. Пусть так же будем мы спокойны, может быть, за себя и за тех, за кого мы переживаем. Отдать в Твои руки, Господи. Отдать в Твои руки. Потому что наш Бог, это не тот Бог, который что-то берет, а что-то не берет в свои руки. Он удивителен. Последний стих, я который хотел бы прочитать, он тоже вам очень знаком, но я не вижу другого стиха, которым хотелось бы закончить наши эти размышления. Пусть он будет, этот стих, для каждого из нас. Для каждого из нас. Ну, или, по крайней мере, для тех, кому эта тема очень близка. Здесь тоже говорится о глазах. Вот так совпадение такое, а может и нет. Это книга пророка Исаии, 40-я глава, с 26-го стиха. Давайте вслушаемся в каждое слово, потому что так говорит Господь. Поднимите глаза ваши. То есть, что значит открыть глаза? Часто бывает такое. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, то есть высоту небес. кто выводит воинство их счетом, сила его. Он всех их называет по имени, а дальше внимательно, по множеству могущества и великой силы у него ничто не выбывает. Обратите внимание, ничто у него не выбывает. Ничто и никто. По такой огромной бесконечной вселенной, вот таков Бог, Он открывается нам из Священного Писания. У Него ничего не выбывает. Но нужно только что сделать. Поднимите глаза ваши на высоту небес. Потому что, если они смотрят в другое место, на куст, на отрока, то они и видят. Или нет? То они и видят. Но есть, чтобы открылись глаза, Исаия советует, поднимите их и посмотрите на Него, Которого по великой силе и могуществу ничего не выбывает. Он впереди вас. Да, обстоятельства часто складываются так, что против вас много, но тех, которые за вас, гораздо больше тех, которые против вас. Их больше. И это есть вера. Как же говоришь ты? Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется, не изнемогает? Разум его неисследим. Что значит неисследим? Непонятен нам часто. Мы не можем нашей логикой человеческой проследить, почему Он ставит нас в эту ситуацию, в эту, почему иногда дает то, а тут отбирает, почему делает так, а потом так. Не знаем. Не знаем. Дух Пророчества говорит, вечность только откроет нам эти вопросы, разум его неисследим. Но последние три стиха Он дает утомленному силу, и это реально. Изнемогшему дарует крепость, и это тоже факт. Мы читали об этих людях. По крайней мере, Пророк, Слуга, Агарь дает крепость. Дает. Почему бы нам не дать? Дает крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, несмотря на то, что крепкие, сильные, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Все это и есть вера в Бога. Вот в такого Бога, который открывается нам, который готов идти впереди каждого из нас. И пусть это все будет не только про Елисея, Геезия, Агарь, а пусть это будет и про нас с вами тоже, потому что мы такие же люди веры, как и они. Да будет так. Аминь. Давайте об этом помолимся. Именно об этом. Господи, еще раз хотим сказать Тебе, благодарим Тебя за то, что Ты с нами. И здесь с нами, в этот субботний день, где Ты ведешь народ свой, где Ты помог построить храм для того, чтобы открывать Тебе, где Ты по нашей нужде и нашей просьбе, нашим молитвам присутствуешь среди нас Духом Святым, где Ты открываешь нам Писание и даешь то, что мы не можем получить нигде, кроме Тебя. Это вера для того, чтобы жить. Жить не просто, а жить как образ и подобие Твое вместе с Тобою. Жить в тесной связи с Тобой, жить в единстве с Тобой, жить и учиться этой вере, вере как доверие, доверять Тебя. И сегодняшний штрих нашей веры, он особенно благословен может быть для нас, чтобы мы собрали свои проблемы, собрали их кучу. И в какой-то из молитв, в одной, а может быть нескольких, снова отдали Тебе и сказали, Господи, возьми. Главное нам оставаться на нашей стороне. Потому что только так, на Твоей стороне, только тогда ты можешь идти впереди, только тогда ты можешь благословлять и все ситуации выводить в удивительное русло для нас самое лучшее, только тогда, когда мы на стороне Твоей, не на стороне врага. Благослови нас принять и такое решение. Не оставлять упования на Тебя, не оставлять веры нашей. И пусть те решения сегодня будут, Господи, от Тебя и родными нам. Благослови, Господи, еще многие молитвы и просьбы, которые сейчас звучат к Тебе. Это просьбы, это проблемы, это переживания, которые отдаются в Твое святилище. И это самое лучшее, что мы можем сделать. Благодарим за услышанные молитвы. Благодарим Тебя за то самое лучшее, что происходило в нашей жизни по вере нашей. Благодарим Тебя за то, что Ты таков, наш Бог, наш Царь, наш Спаситель. Примя от нас поклонение и молитва нашего имя Иисуса Христа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова